Что такое стимуляция яичников и кому она показана? Я доктор Лена Березовская, я вас приветствую себя на канале YouTube. Бывают случаи, когда у женщины овуляция не наступает в каждом менструальном цикле, когда циклы нерегулярны, и когда женщина хочет забеременеть попыстрее, и не получается, потому что потрачено несколько месяцев и даже лет на планирование беременности, тогда мы можем прибегнуть к стимуляции или индукции овуляции. В отличие от гиперстимуляции, которая используется для ЭКО, здесь нет цели получить 8 и больше яйцеклеток с каждого яичника, что нужно для ЭКО. Здесь важно получить от 1 до 2, ну максимум 3 яйцеклеток для того, чтобы произошло зачатие. И поэтому стимуляция овуляции, индукция овуляции часто называется малой репродуктивной технологией. Она не всегда показана тем женщинам, которые планируют беременность. Она может применяться, например, у женщин или молодых, особенно женщин, у которых нерегулярные менструальные циклы, или, скажем, у которых есть продолжительные периоды отсутствия менструации, и необходимо запустить яичники. Потому что применение гормональных контрацептивов, которые вызывают регулярные кровотечения и отмены, но не свои менструальные циклы, является ошибочным в плане как раз восстановления менструального цикла. Ведь овуляция это первичное, важно, чтобы созревали яйцеклетки. И тогда мы будем получать регулярные менструации, а не наоборот. И в таких случаях действительно важно стимулировать функции яичников, то есть как-то вызвать этот рост яйцеклеток, и для этого использовать специальные медикаменты, которые стали очень популярными в медицине, широко используются. Но чаще всего, как я говорила, стимуляция овуляции рекомендована тем женщинам, которые планируют беременность, и у них не получается по каким-то причинам, например, при синдроме поликистозных яичников, когда циклы не совсем регулярные. Также, если, например, проводится инсеминация, то есть сведение спермы в полость матки. В таких случаях тоже прибегают к этому методу воздействия на яичники. Какие ли медикаменты применяются для стимуляции овуляции? В основном это три группы медикаментов. Первый старый препарат кламифеноцитрат или кламид, кластельбегид. Его используют уже более 70 лет, и у него есть свои плюсы и минусы, и практически сейчас многие уже отошли от использования этого препарата. Но он хорошо себя зарекомендовал при синдроме поликистозных яичников, так как имеет противоандрогенное действие, невыраженное, но все-таки имеет. Поэтому как раз при синдроме поликистозных яичников его применяли довольно успешно. Сейчас перешли на другой вид препарата. Но кластельбегид имеет свою негативную сторону. Он ухудшает качество шеечной слизи, он также ухудшает качество эндометрии. Поэтому нередко после кластельбегида требуется применение прогестерона после возникновения овуляции, для того, чтобы улучшить качество эндометрии. Но если, скажем, стимуляции используют для инсеминаций, то шеечная слизь здесь играет меньшую роль, поэтому даже если меняется качество шеечной слизи, все-таки это не так страшно. Тем не менее, эндометрии иногда необходимо подготовить. Другая группа препаратов, которая тоже была очень популярна и до сих пор используется, в том числе ДЭКО, это гонодотропины. Гонодотропины это фолликулостимулирующий гормон, лютотропный гормон. Практически уже не используется менопаузальный гормон и, скажем, ряд других, в том числе ХГЧ редко теперь используется. То есть это гонодотропины и им подобные, которые имеют лучший эффект на яичники. В больших дозах это приводит к гиперскимуляции. И в таком случае очень трудно контролировать воздействие гонодотропином на яичники. И новые препараты, которые, например, стали использовать не так давно, и пока что мы очень мало знаем об их безопасности, хотя уже широко они используются, это литрозол, фемара, новые препараты, которые вызывают меньший негативный эффект на яичники, такой как синдром гиперстимулированных яичников. И тоже очень хорошо воздействует у женщин синдрома поликистерных яичников, у женщин более старшего возраста. Сколько циклов можно стимулировать яичники, зависит от возраста и от цели этой стимуляции. Скажем, в реальности можно стимулировать от 3 до 6 раз, иногда даже больше. И опять же зависит от того, какая следующая тактика действий. Потому что, если, например, есть другие факторы, которые могут быть связаны с бесплодием у конкретной пары, то иногда стимуляция не проводится больше, чем 3 раза. В то же время, если пара говорит, что не будет пользоваться другими технологиями, например, тем же ЭКО, то у таких пар может проводиться более длительная стимуляция яичников. Очень важно контролировать состояние яичников, то есть подбирать дозу и контролировать реакцию яичников на эти препараты. Ошибочным является назначение препарата, потом отправление женщины домой и говорить, типа, вот если заберемеешь, хорошо, если нет, тогда придешь, снова будем стимулировать. Потому что в реальности нам нужно знать, как яичники реагируют на вот этот лекарственный препарат. Достаточно ли доза, нужно ли эту дозу повышать, или наоборот нужно уменьшить, потому что у нас получаются гиперстимулированные яичники. Поэтому проводятся серийные УЗИ, когда контролируется вот это воздействие. И, в принципе, это может помочь правильно подобрать дозу. Также любые симптомы, как вздутие живота, слабость головокружения, боли внизу живота, должны привлечь внимание врача и необходимо провести УЗИ, посмотреть, не произошло ли там созревание большего количества яйцеклеток, то есть синдром гиперстимулированных яичников. У всех лекарственных препаратов есть плюсы и минусы. И тут очень важно, чтобы врач хорошо разбирался в этом. То есть практически это задача врача подобрать тот лекарственный препарат, который подойдет в конкретном случае у данной женщины. Женщины не должны самостоятельно использовать лекарства и заниматься самолечением или самоиндукцией овуляции, потому что это совершенно неправильно. Поскольку используются небольшие дозы препаратов, их воздействие кратковременное, нет никакой связи между стимуляцией овуляции и раковыми процессами, в том числе молочных желез, антометрия, яичника. То есть в реальности у нас нет доказательств, что стимуляция яичника может вызвать какие-то серьезные осложнения, особенно в будущем. У нас также нет доказательств, что стимуляция вызывает тромбообразование или другие, скажем, серьезные отклонения со стороны сердечно-сосудистой системы, печени, почек. То есть на самом деле противоказаний не так уж много. Но в то же время любой подход стимуляции овуляции, то есть оценка этой ситуации требует изучения истории женщины, вообще изучения семейной пары, например, если речь идет о бесплодии, потому что если, скажем, сперма чрезвычайно плохая, есть мужской фактор бесплодия, значит, стимулировать в таком случае женщину, только для того, чтобы получить зачатие, не следует. Другими словами, мы каждый случай изучаем индивидуально и подбираем лекарственные препараты каждой женщины индивидуально. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, а также задавайте вопросы в комментариях и подписывайтесь на мой канал. Жду от вас темы для следующих видео. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok